Всем привет! Я Маша Лилпей и вы на моем ютуб канале! Сегодня видео опять по тематике сериала Уэнсдэй. Помните, я снимала видео, как я делала украшения в стиле Уэнсдэй на ёлку? Так вот, сегодня я тоже буду делать украшения, но не на ёлку, а для себя. Украшения в стиле Уэнсдэй! Я хочу попробовать сделать подвеску, серёжки, значок и, может быть, ещё заколку для волос. В первую очередь я хочу попробовать сделать украшения из пластика. Специально для этого я купила торт, съела его. Нужен именно пластик вот с такой вот, с номером утилизации под номером 6. Было очень сложно найти что-то. Мы с папой ходили по магазину, я говорю, папа, нужно что-то с номером 6. Мы с папой ходили по всем отделам, искали. В общем, в итоге нашли такой торт. Но не в торте, суть. Упаковка идёт вот такими вот рёбрами, поэтому я хочу сейчас разрезать на вот такие вот полосочки, какие тут вот рёбра, разрезать этот пластик. Главное, чтобы не треснул. Иначе всему хана. Чтобы потом ввести на пластике маркером, я сначала нарисую простым карандашом эскиз на бумаге серёжек. Я, кстати, ещё вам не сказала, я хочу делать серёжки в виде Уэнсдэ и Эннид. Я хочу их сделать в полный рост. Я не знаю, конечно, что из этого выйти. Это вот этот вот кусочек пластика уменьшится в 6 раз. Смогу ли я вообще их потом раскрасить? Но я думаю, поэкспериментировать хотя бы можно, нужно. Мне уже на самом деле совсем несложно их рисовать, потому что я столько их уже рисовала. Кто ещё не смотрел мой Вэнсдэй Бук, то скорее переходите на мой канал в предыдущие видео. Смотрите. Показано, что на Вэнсдэй Бук! Ещё я хочу нарисовать прямо на пластике, сразу без эскиза, витраж, который был в комнате у Уэнсдэй и Эннид. И эмблему школы Невермора. Вот такие детальки получились, теперь идём их запекать. Вообще, на самом деле, боюсь их запекать, потому что я так долго это всё рисовала. Мне кажется, то, что оно всё как-то скукожится в какие-то мячики, вот так вот всё. И ничего будет с этим не сделать. Страшно, я надеюсь, что всё получится. Показано, что оно вышло? Ребята, оно распирается, и сейчас ничего кукожится. Блин! А оно потом раскукожится? Я не хочу даже смотреть, что с ногами в этой... Блин! Она сейчас соединится с витражом. Это село в горшок, видите, моя одесса. Мне кажется, оно впитывается. Показано, что оно вышло? Ну, ребят, что получилось, то получилось. В общем, девочки вот такие. Они, конечно, классно получились. И пропеклось всё хорошо. Они прям реально как будто из пластика сделаны. У меня и серёжки, я где-то заказываю. Они прям точно такого же материала. Но, ребята, что в пропорции? Почему они выгнулись вот так? И выглядит странно. Сначала я подумала, что это очень странно, и всё плохо. Но сейчас мне кажется, что это как бы что-то в этом есть. Я думаю, что нужно всё-таки сделать эти серёжки. Просто они такие, как будто бы, знаете, такие арты специально стиля, где длинные там ноги, длинные руки, такие плоские все. Ну, как не плоские, а как бы сжатые вот такие. И вот они, видимо, типа из того же, из той же вселенной. Сердечки, наоборот, с другой сжались. Как и вот этот вот Nevermore значок. Он очень искривился и выглядит некрасиво. Я думаю, что что-то с этим нельзя сделать. Не знаю, что придумать даже. А вот витраж совершенно никак не исказился. Почти он, конечно, немного. Вот такой неровный, но это незаметно. Он нереально красивый, но я думаю, что я это уже не раскрашу. Думаю, начну с того, что нужно раскрасить девочек. Наверное, лучше это делать с лаками для ногтей. Я уже пытаюсь красить, как-то посмотреть, чтобы это было нормально. Чтобы оно, вот видите, чтобы сзади не было вот этих вот пробелов нужно красить. Очень много мутный, конечно, пластик. Но в целом нормально, я думаю, будет. Я решила всё-таки немного попробовать покрасить мираж, витраж. Надеюсь, что получится, хоть я и в этом вообще не уверена. Вот так вот зубочисткой. Эть-эть. А ты что-то что-то выжигал? В общем, вчера у меня ничего не получилось. Я забила на это всё. Решила доделать завтра, то есть сегодня уже. Короче, с витражом это просто вообще какой-то трэш. Я хотела вчера его покрыть прозрачным лаком, чтобы не стирался маркер, который я вчера нанесла. Ну, в общем, лак подействовал на маркер, как какой-то растворитель. И смотрите, просто всё расплылось. Это просто ужасно. Она вообще-то так расстроилась. Ну, а девочки получились вот так. Я их раскрасила. Вроде они получились прикольно. Особенно мне нравится Энни. Я не знаю, что с ними делать. Покрасила что-то выжигал. Сегодня я попытаюсь начать всё сначала. Сегодня утром я купила пирожные. Опять их сожрала. И у меня осталась вот такая вот коробка. На этот раз прямая. Надеюсь, что не будет, как в предыдущий раз, с коробкой от торта, потому что она была вот такая вот, изогнутая. Надеюсь, что с прямой будет лучше. И они не изогнутся вот так вот, потому что девочек тоже хочу попробовать сделать сначала. До сих пор пахнет пироженками, хоть я её уже и помыла. Ну вот у меня и готовы новые заготовочки. Страшно, но нужно это запечь. Как видите, я тут ещё сделала хамчакусов. Хочу сделать с ними прикольные украшения. Может быть, из вот этих получится серёжки. И снова сделала невермор. Надеюсь, что в этот раз всё пройдёт как нужно. Потому что, видите, они прямые в этот раз, девочки. Не вот такие вот, не изогнутые. И надеюсь, что всё будет хорошо. Всё, пока-пока, мои седеврики. Ребят, процесс пошёл. Мне кажется, тут раз выстрелили. Может, другой пластик, потому что. Покажу, что-то вышло. Итак, что получилось? Вот такой вот результат. Да-то, слушайте, девочки получились просто отпадные в этот раз. Они совсем не скривились, как вот эти. Хотя в этих тоже что-то есть. Но это так, чисто для забавы. Они такие абстрактные. А вот эти, они прям идеальные. Я просто в восторге, ребята. Правда, вот витраж. Смотрите, что с ним. Он очень скривился. И выглядит просто ужасно. Я не знаю, что делать. Может быть, предыдущий витраж как-то сотру и попробую заново. Сердечки немного скривились. Но я думаю, что это нормально будет на серёжках, как они выглядят. Вот так, кстати, они должны быть. Мне кажется, слишком большие сердечки. Но я ещё подумаю, может быть, вообще без сердечек будет. Вот такие вот надписи. Хамчакус я ещё делала. Не знаю, что с ними сделать, но они получились тоже забавные. Так ещё загнулись по концам. Прямо как на моих обложках надписи. Значок Невермора немного скривился, но он всё равно идеальный. Я думаю, что просто шикарный. По сравнению вот с этим, я считаю, что это идеальный результат. А Хамчакуса это просто отдельный ухохатабл. Смотрите, вот эти два, они просто скривились вот так. Ну, а, кстати, я думаю, что серёжки с ними всё равно можно сделать. Они как бы такое, как ради прикола. Такие прикольные. Покажется, что-то вышло. Сначала я раскрашу девочек, надеюсь, всё не испортить. Теперь буду делать всё правильно, потому что, я хочу ещё отметить одну деталь, что когда я закрашивала этих девочек, я забыла о том, что первый слой, который я нарисую, он вот прилипнет к этому, к этой стекляшке, не знаю, как это назвать ещё, ну, к пластмассе. И когда я закрашу, подумаю, что это плохо, и закрашу следующим слоем другого цвета, это уже не будет видно. Теперь я буду сразу смешивать цвета и делать всё правильно, чтобы всё вышло красиво. Не зря был неудачный опыт, без ошибок не бывает идеального результата, как говорится, первый блин всегда комом. Теперь я знаю все, какие могут быть косяки, и попробую их избежать, чтобы получился идеальный результат. Покажется, что-то вышло! Я всё раскрасила, и вот что у меня получилось. Вот такие вот девочки, мне кажется, очень классные вышли. Я прям в восторге от результата. Сзади Уэнсдэ чёрная, и нет, сзади вот такая вот фиолетовенькая. Вот такая вот эмблема школы Nevermore. И вот такой витраж. Всё-таки так как второй витраж у меня расплылся в печке и не получился, был кривой, я всё-таки первый отреставрировала, я стёрла всё, что расплылось, жидко-завесатая лака, и снова нарисовала витраж здесь. Конечно, получились не такие тоненькие линии, но я думаю, что всё равно хорошо. Сзади полностью закрасила белым. Теперь из них нужно сделать украшение. Достаю свой волшебный кейс. У меня тут есть как раз вот такая основа, и думаю, если сделать её здесь поперёк, то будет как раз просто отлично. Надеюсь, что, правда, сейчас горячий клей не растворит лак из-за того, что он прям очень горячий. Это прям будет очень жёстко. Я об этом не подумала. Ну, вроде, слушайте, всё приклеилось, всё нормально пока что. Всё, он уже застыл, а не разъел, а значит всё отлично. Сразу его прицеплю. Вот такая красота! Мне нравится вообще отличный значок. Я теперь как ученица школы Nevermore. Теперь повешу кулон. И, наверное, повешу на вот эту цепочку. Как раз она сюда, я думаю, отлично подойдёт. Вот такая красота! Мне кажется, что ещё кулон очень клёвый. Берём основы для серёжек. Так, разгибаю. Это самое, на самом деле, сложное. Вот это всегда было делать серёжки. Что ж, я одеваю серёжки! Так, Wednesday. Вот сюда. Я их поставлю прям так же, как они стояли в своей комнате напротив витража. Тоже у меня же с этой стороны яркий витраж, а с этой прозрачной. Прям идеально будет. Можно носить и подвеску, и у них одновременно будет прям супер. И вот так получилось! Мне кажется, вообще, это просто идеально. Я очень рада, что я тебе сейчас такие серёжки. Покажу, что нам нужно! Пока мне всё очень нравится, но я хочу сделать ещё одну вещь. Ну, в смысле, вещь. Ну, в смысле, сделать вещь! Вы поняли? Я хочу взять крабик для волос, приклеить на него изображение вещи. И чтобы вещь, как будто бы, когда я прицепляла крабик, как будто бы вещь сидела на моей голове. Ну, в моём воображении это выглядит так. Не знаю, что в итоге получится. Из своей шкатулки я выбрала несколько крабиков. И не знаю, какой взять. Вот такой большой сделать, чтобы был вещь прям такой гигантский. Вот такой средний. И вот такой малюсенький. Большой было бы, конечно, очень круто. Но как я буду с этим ходить? Например, если хвост... Вот это, наверное, классно будет, если у меня хвост, прическа. И вот сюда вот так вот садить, наверное, прям прикольно будет. Но что-то, я думаю, с большим я устану ходить. Средний, кстати, нормально, я думаю, будет. А вот маленький совсем. Он может ещё и отломиться. Ещё крабик такой, наверное, хилый. И я думаю, что возьму лучше вот эту среднюю. Ну, вообще, я думаю, нормально будет. Наверное, можно сделать из картона или сделать аппликацию из лёгкого пластилина. Но я хочу попробовать сделать из фетра. Я сделала вот такой эскиз и перевела его на фетр. Теперь нужно вот эту вот вещь на фетре преобразовать, чтобы были все вот эти ногти, шрамы. Доделать надо это всё. Я взяла референс вот с этой картинки. Вот такую вот я рисовала вещь. Сейчас буду всё это тонировать. Смотрите, кстати, если не так сильно нажимать на маркер, то можно тоже так затонировать фетр. Теперь я его приклею на горячий клей к вот этой вот крабике. О, ну вроде всё сразу получилось. Зажду немного, чтобы клей засох. Секунд десять. Сейчас прицепляю его. Опа! Красота вообще! Полный шедевр. Шедевр на миллион долларов. Покажу, что-то вышло! И вот такие вот тематические украшения в стиле сериала Уэнсдэй у меня получились. Мне кажется, просто топ. Мне каждое украшение очень нравится. Вот такой вот значок Школа Невермора. Вот такой вот кулон в виде витража в комнате Эннита Уэнсдэй. Вот такая вот серёжка Эннит. Серёжка Уэнсдэй. И вот такой вот вещь. Мне больше всего, наверное, нравятся серёжки. А вообще всё получилось очень круто. А что нравится вам больше всего из того, что я сделала? Пишите в комментариях, что бы вы хотели себе сделать из этих украшений. А может быть вы и правда сделаете? Если да, то тогда присылайте в мой Телеграм-канал в чат. Кстати, ссылочка на него будет оставлена в описании под этим видео. И на остальные соцсети мои тоже подписывайся. Ссылочки также будут в описании. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Кстати, я буду продолжать делать Уэнсдэй Бук. Если вы ещё не видели, как я делала Уэнсдэй Бук, получится длинное видео, обзор на него. Скорее переходите, смотрите. А в следующем видео будет вторая часть Уэнсдэй Бук. И там будут новые странички. Всем до новых встреч! Всем пока-пока! Уэнсдэй Бук. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...